Продолжение следует... 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 Казахский язык очень динамичен, экспрессивен, обилие рифмующихся созвучных глагольных форм, причастий, идея причастий, по-казахски это называется СМЧ и КОСМЧ, придаёт стихам энергию, живость, буйство. Устат пайда, лешит пида, жарколдатов, тарколдатов, анколдатов, гарколдатов, бутупшатов. Ну попробуйте перевести все это. Не играйте это по-русски, хоть вопли. Бесконечная аллитерация казахской речистрой. Казахи вообще большие мастера по этой части. У них все рифму, аллитерация. Кленг даустыдымыз, не кленг даустыдымыз. Казахский глаголы очень выразительны. Экспрессивные. Они выражают не только движение, динамику, но и характер действий. Вот пример из военной книжи, который я очень люблю. Сколько глаголов. Одиннадцать глагольных форм в одной из трофе создают целую картину вдохновенного действа, буйства, экспрессивного динамизма. По-русски в переводе рождественского получилось так. Кстати, неплохо получилось. Полевые цветы тот напев оживил, Он как лебедь по озеру тихо скользил, Сквозь преграды мелькая резвязь и пьяня, Отерченные слезы по капле точил. Вроде бы очень близко, но все-таки нет вот того динамизма, этого экспрессия. Прожижено. Прожижено, правильно. Вроде и неплохо, однако оригинально угроза нет. И вот один пример, мне уже нравится. Сок жигет, сок, сок жигет, кюнда тарт. Это из, когда ламбрийский играет. Лапулдарт, шандр, кюдр, кумарт, кумарт, безиндет, сарнат, сарлат, Издуктрешер, кериджок, ляфтрер, кскарт, кскарт. 16 глагол в повелительном наклонении. Такой динамизм, ты чувствуешь, как он играет на дамбре. Такая страсть, такой динамизм. По-русски это передано так. Бей же, бей, о кюйшер, жарче этой игрой, жги мне сердце. Дотла, я говорю пред тобой, бей или нет, замолчи. Слушать нет больше сил, не могу, подожди, о кюйшер мой, постой. Тоже вроде бы неплохо. Тоже какой-то есть динамизм. Особенно, если я стараюсь это читать громко. Тем не менее, все-таки с казахским оригиналом это не сравнено. Он также мастер в употреблении так называемых костсёс. Казахский язык исключительно богат. То есть по-русски это называется дуплетные слова. Эти костсёс казахский, такие богатые. Все можно выразить этими дуплетными словами по-казахски. Любое состояние души, любую мысль можно высказать это. По-русски этого не скажешь. Вот, например, один такой пример. Айу-кыз ашуланып сар бурп етті. Наркескен кыз олында жар журп етті. Кім өлім, кім қалғаны мағлум емес. Айтюр иесігі сар сұрт етті. Так вот я думаю. Как перевести вот это сар бурп, жар журп, сар сурп. Аказахский язык, а снова шар сұрт етті. Вот так в переводе получилось так. Гнев взволнованной девушки сердце обжег, и в руках ее вспыхнул острый клинок. Как узнать, кто погиб, кто остался в живых? Только дверь распахнулась, да скрипнул порой. У Ильяса богатые лексические слова, и каждое его слово живое одухотворенное. А как он знал флору и фауну родного семьи речи? Это поразительно. Кто-то насчитал 85 названий флоры в стихах Ильяса. Недавно в просторе я читал воспоминания, не воспоминания, а дневник Курдакова, и там он очень гордится тем, что в его поэзии 33 названия птиц. Он очень горд этим. А тут только название трав 85, семи речи. Много из этих трав даже названия на русском языке не имеют. Я даже не знаю, как это переводить. И тут институт ботаники нашей бывшей академии. Тоже без помощи. Все это я говорю в надежде объяснить, почему мы пока не имеем достойного Ильяса на русском языке. Сложно это дело озвучить истинных поэтов на других языках. Мы в этом убедились на примерах перевода Авая и Махамбета. Сколько уж десятилетий продолжается их осмысление и постижение на русском языке. А ведь посмотрите в последнее время. У нас есть кое-какие успехи в переводах Авая. Выходят сборники книг, где одно и то же стихотворение передается в 5-6 вариантов. Это здорово. То есть идет постижение Авая. Или Махамбета. В связи с 150-летием столько русскоязычных казахов состязались. И так они хорошо дали Махамбета, что у меня есть надежда, что заговорят у нас в конце концов. И другие. Макжан, кстати, заговорил по-русски тоже неплохо. Так что придет время заговорить по-русски. И великий поэт Ильяс. Спасибо.